Так, я нажал на запись, да. Еще раз всем привет, спасибо, что присоединились. Сегодня у нас достаточно интересная тема, но мы ее будем рассматривать, как всегда, с такой простой стороны, с практической, и посмотрим вообще, собственно, с чего начать. Этот вебинар, по сути, он принадлежит больше к тематике онлайн-курсов. Как вы знаете, мы в Теплице, у нас есть тема месяца, и мы освещаем по этой теме достаточно много материалов, и вот в октябре мы будем говорить много про онлайн-образование, онлайн-обучение, онлайн-курсы, и у нас даже будут конференции 22 октября по этой теме в Москве. Так что, если вы в Москве, и у вас есть свободное время, запланируете себе дату, у нас анонсирование буквально начнется в начале следующей недели. А сегодняшняя тема звучит как обзор платформ для создания онлайн-курсов. Я более точно дальше расскажу, почему именно платформ, и что мы имеем в виду вообще под онлайн-курсами сегодня. Так, вначале я быстренько пробегу стандартные слайды для тех, кто смотрит нас впервые или видит там видеозаписи, чтобы было понятно, кто он. Во-первых, меня зовут Алексей Ницца, я являюсь вент-редактором теплицы социальных технологий, и в то же время я веду такие вебинары, как этот, и делаю видеоуроки. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать непосредственно мне напрямую по почте или в Фейсбуке. Так выглядит наш сайт, он называется te-st.ru, теплица социальных технологий. Мы общественно-образовательный проект, который связывает два полюса. С одной стороны, это некоммерческие инициативы, проекты и так далее, активисты. С другой стороны, это IT-специалисты, то есть те, которые владеют навыками, но часто не знают о том, что эти навыки можно использовать еще для решения общественно важных проблем. Поэтому мы всячески их вместе сводим посредством мероприятий оффлайн и онлайн и рассказываем, как они могут помочь друг другу. И вот, собственно, эти вебинары, в том числе, как способ рассказать какие-то сложные вещи простым языком или дать какие-то рекомендации для тех, кто работает в некоммерческих организациях, и чтобы они начали понимать, что можно самостоятельно начинать что-то делать, и вот с чего стоит начать. Два слова про то, что если вы хотите посмотреть отчеты мероприятий, которые были и которые вы не посетили, например, вы можете это сделать очень легко. На нашем сайте есть определенный раздел мероприятий, там есть вкладка отчета. Также вы можете найти анонс, и видите, там, в принципе, много чего интересного. Например, можно сделать, выбрать формат или ваш город, то есть быстренько сориентироваться, что, например, проходил у вас в городе или планируется. Презентация, она будет доступна, вы можете скачать, и все ссылки кликабельные, то есть вот написано «Отчеты мероприятий», если вы нажмете, то вы перейдете на сайт. Вебинары, естественно, что мы записываем, так как контент часто полезный, и, естественно, что если вы пропустили что-то, вы можете это найти как на нашем сайте, так и в плейлисте на YouTube. Поэтому тоже советую посмотреть, было много чего интересного, там уже порядка 50 записей, совершенно различные темы. То есть мы стараемся в формате, там, вебинаров где-то в рамках часа рассказать что-то полезное, либо с приглашенными спикерами, либо я отдельно рассказываю о каких-то там сервисах, приложениях и так далее. И онлайн-уроки, это, собственно, скринкасты, это такие небольшие видео, которые рассказывают, как пользоваться тем или иным онлайн-сервисом. В основном это именно онлайн-сервисы, а не программы, и тематика тоже очень обширная, это и дизайн, и безопасность, и вот прямые трансляции, и как с видео работать, и так далее, там подобное. Тоже много чего полезного, заходите, посмотрите. Естественно, чтобы не пропустить что-то, советую подписаться на наш канал, потому что материалов достаточно много появляется, чтобы не пропустить, это отличный способ поставить себе галочку, и вы будете получать уведомления. Так, окей, стандартно, конечно же, видеозапись будет, просто хочу сказать, да, и, естественно, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать их в чат, писать по мере того, как они у вас поступают, и я постараюсь на них ответить, либо сейчас, либо позже, то есть, естественно, если у вас есть какой-то свой опыт, вы можете поделиться, я буду очень рад. И вот сегодня, помимо меня, будет еще Анна Глотова, но я ее потом позже представлю, сейчас пока не нужно. Она, в частности, расскажет про одну из платформ, я очень рад, что она смогла присоединиться. Так что вот так, двигаемся дальше. То есть, итак, сегодня мы будем, собственно, обсуждать тему онлайн-обучения, именно онлайн-курсов, и, ну, хочу сказать, что эта тема достаточно широкая, но я ее хочу так действительно сузить, и далее я буду более подробно пояснять, что я имею в виду под онлайн-курсами, да, и то, что существует, ну, достаточно много там названий, там, дистанционное обучение, e-learning, это вообще достаточно много всяких подходов есть в этом, всякие технологии использовать. Вот мы начнем с более простого и более понятного. Во-первых, так как наша целая аудитория – это некоммерческие организации, соответственно, хочу донести, собственно, с чего вообще начать, да, если вот вы некоммерческая организация, или у вас там своя организация, вы делаете что-то, у вас есть свой контент интересный, собственно, с чего начать. Вот, собственно, об этом и будет речь. Итак, онлайн-курсы, что я понимаю под этим, и мы давайте сегодня все-таки рассматривать будем муки. Если так прочитать по-английски M-O-O-C, от английского Massive Open Online Course, да, это массово открытый онлайн-курс. И что определяют вот такие курсы? Следующая вещь. Во-первых, он обязательно должен размещен быть онлайн. Не на каких дисках, не на флешках, а именно онлайн. То есть всегда он должен иметь доступ онлайн. Вы можете зайти, там, по ссылке. Дальше он включает в себя, естественно, учебный материал, и здесь нужно сказать, что помимо видео, может быть все, что угодно вообще. То есть это могут быть задания, видео, аудио, какие-то лекции, тексты, ссылки, ну, вообще все, что угодно, так как, тем более, это онлайн, да, то есть мультимедийный формат сейчас достаточно широкий, можно использовать вообще все, что угодно. Есть два варианта, опять же, в таких курсах, что они могут быть доступны всегда. То есть, например, в большинстве своем... Сейчас уже это переходит, кстати, часто на это, что курс вот сотен, да, и, по сути, он никак не привязан ко времени. Вы можете в любой момент на него подписаться, начать его проходить в своем ритме. То есть нет никаких дедлайнов особых, да, вы можете это делать там самостоятельно, как вам удобно. Также курс может быть привязан к конкретным датам. То есть, например, если курс идет, допустим, шесть недель, вот он начинается в определенную дату, да, и в каждой неделе есть какие-то домашние задания, которые нужно сдавать. Соответственно, обязательно нужно успевать для того, чтобы получить сертификат, да. И вот большинство, практически все курсы, и даже те, которые вы будете делать, они в том числе как бы мотивируют пользователей тем, что дают в конце сертификат электронный. И для многих это сейчас очень действенно. Да, я хочу вернуться назад немножко, что если даже курс, например, вот он привязан к датам, представьте себе, что первый раз, например, курс записывал там преподаватель, он записал видео, да, и потом домашнее задание, и то есть каждую неделю студенту должно что-то задавать. Естественно, что курс прошел, как бы все это осталось, и то есть в следующий, например, раз преподаватель может уже ничего не записывать, выложить этот курс еще раз, если информация актуальна. То есть получается, что в один раз создаете контент, которым люди пользуются, и потом это такая самостоятельная структура, которая позволяет людям получать некие навыки и знания. Вот, двигаемся дальше. Это картинка одного из сертификатов, например, платформы ADX. Так может это выглядеть, то есть по сути это просто PDF-файл, в котором написано, что вы прослушали такой-то курс, тогда-то, тогда-то, от какого-то университета. Единственный минус, что это сертификат именно платформы. Это не сертификат учебного заведения. Во многих платформах сейчас есть возможность оплатить, да, то есть вы можете бесплатно проходить курсы, либо вы можете оплатить курс, то есть вы можете оплатить сертификат, и это значит, что вы получите его от университета. Понятно, что он не будет базироваться, ну, то есть он не будет таким же важным с точки зрения, если бы вы действительно учились в этом университете, но тем не менее сейчас большинство каких-то платформ для набора персонала, например, там, LinkedIn уже имеет возможность подключить в ваше резюме электронные сертификаты. То есть работодатели, когда смотрят, они будут видеть, что вы прошли какие-то курсы, и таким образом будут понимать, что вы компетентны в тех или иных вопросах. То есть вот это, в принципе, заветная мечта как бы любого человека, кто учится. Теперь немножко, несколько слов о плюсах и минусах, и такая статистика. Буквально быстро пробежимся, значит, не все так радужно, как кажется, да, что вот онлайн-курсы, онлайн-курсы, классно, можно теперь все делать, проходить, там, и так далее, но статистика, она, в принципе, улучшается, просто эта статистика на прошлый год, я тут еще не завершился. Я надеюсь, что за 2016 год она улучшится. Так вот, статистика в среднем такая по платформе вообще, вот в среднем если делать, то примерно только один человек из десяти завершает онлайн-курс. То есть все начинают радостно что-то делать, первую неделю особенно, а потом просто теряется мотивация, и люди не доходят до конца. То есть только 10%, то есть очень-очень низко. Источник статистики – это курсера, ссылка на статью, возможно, я могу найти на 2015 год. Двигаемся дальше, то есть когда шел разговор о том, что из себя может представлять онлайн-обучение, онлайн-курсы, то многие думали о том, что это станет заменой стандартному обучению, но на данный момент нельзя сказать, что это является заменой, потому что все равно это какое-то дополнительное, да, какие-то дополнительные навыки. И вот в частности, если брать возраст, например, то есть такая статистика, опять же, по платформе курсера, что в среднем только 15% пользователей были студенческого возраста, а все остальные люди – это были люди более старшего возраста. То есть таким образом это просто была возможность дополнительно получить некие навыки и знания актуальные. Также еще один некий такой миф, который сейчас все-таки рассеивается. С одной стороны, что вот у нас есть интернет, у нас есть возможность получать знания, и теперь все, кому это недоступно, начнут это делать, да. То есть, например, где-то в глубинке, в небольших городах, да, или там, где нет доступа к университетам, люди начнут учиться и так далее. Но когда все это зарождалось, вот, наверное, до конца прошлого года, опять же, тут статистика такая общая, конечно, нельзя брать статистику общую так усредненную, но вот если брать по штатам, то статистика была следующая, что на самом-то деле в основном студенты – это молодые люди с бакалаврским образованием и работой. То есть это люди, у которых уже есть какое-то образование. Это совершенно не значит, что большинство студентов – это из сельской местности, да, и, то есть, это, опять же, статистика курсера и дыкса, вот. Поэтому минус в том, что пока что это не так сильно работает. Возможно, если взять Африку, например, да, то там, естественно, эта статистика будет несколько другой. Просто нужно, как бы, эти моменты учитывать при том, когда вы будете создавать свой онлайн-курс. И вот резюмируя все это, вопрос, если мы себе зададим, да, зачем тогда вообще это, зачем эти онлайн-курсы, и что самого полезного у них может быть, так вот ответ следующий, что на данный момент онлайн-курсы и массовые онлайн-курсы открыты. Это способ получить новые, актуальные знания, навыки. Вот прям то, что свежее, вот самое актуальное только то, что сейчас может быть, потому что это появляется быстро, да, вы быстро смотрите, быстро получаются навыки, быстро получаются сертификаты подтверждения, что вы прошли это, и двигаетесь дальше. Это не такая система образования, как в университете, когда там минимум полгода курс, да, и за это время вот по этому предмету уже что-то изменилось. То есть когда вы будете планировать создавать свой онлайн-курс, делайте акцент именно на этом, что это способ передать актуальные навыки и знания. Надежда что-то написала в чате, но непонятно, что она имела в виду. Окей, двигаемся дальше. Теперь вопрос следующий. Значит, вы некоммерческая организация, вопрос, зачем вам онлайн-курсы, зачем вам это вообще делать? Хороший вопрос, пытаюсь на него ответить. В первую очередь, рассказать о своей деятельности, научить. То есть любая некоммерческая организация имеет одну из целей, да, просветительскую, рассказывать о том, как она борется с той или иной проблемой. Соответственно, вот это онлайн-курс, да, как инструмент распространения информации о том, что вы делаете. Так как онлайн-курсы – это в интернете, соответственно, автоматически с помощью онлайн-курсов вы можете увеличить свою аудиторию, да. То есть если вы не коммерческая организация, действуете, например, на, там, в одном городе, то совершенно возможно сделать онлайн-курс, и вы сможете найти новых людей, которые смогут вам помочь чем-то в других городах или, например, для кого актуальна та же проблема, которую вы решаете у себя. Поэтому масштабирование с помощью онлайн-курсов – это отличный вариант. Следующее – это сделать доступным то, что невозможно было ранее, да. Опять же, тут можно взять и сложность географическую и любые другие. Ну, например, я привел, что, допустим, в России есть территории, где они часто страдают, например, от пожаров. И вот, например, вопрос волонтерства, кто помогает им, то есть с помощью онлайн-курса, например, организации, которые занимаются подготовкой, информированием, пожаротушением и так далее, они могут создать онлайн-курс, и те люди, которые живут, собственно, в этих зонах или рядом, они могут пройти его и получить уже те актуальные навыки и знания, которые потребуются в борьбе, например, с пожаром. Ну, такая узкая пример, но тем не менее, наверное, понятно. Да, в чате я прочитаю, что Надежда написала, что на этих курсах еще много общения, это еще один серьезный плюс, да. И еще одна причина, по которой, например, НКО необходимо использовать онлайн-курсы, это, опять же, контент. Слово, наверное, может быть, многие его не любят, но тем не менее. Вот вы проводите конференции, вы проводите различные встречи, проводите различные социальные кампании и так далее. Вы это делаете единожды, да, например, или там как-то постоянно, может быть, раз в год и так далее, но часто вы сделали что-то классное, да, и вот это все, оно прошло, и практически ничего не осталось, да. То есть в следующий раз, по сути, иногда получается так, что вы начинаете готовить какие-то кампании заново. Так вот, с помощью онлайн-курса, по сути, вы можете сделать то, что, там, записать один раз контент и потом использовать его еще раз и еще раз и еще раз. То есть, например, как этот вебинар, допустим, да, в записи его можно потом отослать, там, своему приятелю, знакомому или коллеге, да, и он может посмотреть, там, через 10 лет, и, условно говоря, если бы это было еще актуально, он бы понял какие-то моменты. То есть тот контент, который вы создаете, да, и если он полезный, и полезный для вас, и полезный для вашей стилевой аудитории, его можно записать и представить, и упаковать в виде онлайн-курса. Вот, собственно, такие плюсы. Если у вас какие-то соображения свои есть, там вы можете писать в чат, как бы я с радостью прокомментирую или отвечу. Так, сейчас я посмотрю, все ли окей, да. Теперь несколько слайдов. Просто я тут дал ссылки на статьи на нашем сайте, чтобы вы более глубоко посмотрели вот ситуацию с онлайн-обучением, потому что тема вебинара не совсем про общее такое онлайн-обучение, да, а именно про платформы. Поэтому, чтобы просто не тратить на это время, рекомендую потом перейти и почитать. Тут статья про практические советы, о том, как создать популярный онлайн-курс. Достаточно хороший материал. И еще есть видеозапись выступления Олега Ганта, нашего главного редактора, который в апреле на нашем мероприятии рассказывал, собственно, почему так случается, что некоммерческая организация создает онлайн-курсы неправильно. На самом деле это немножко юмористическое название, потому что там... Ну, в интересном формате, в общем, он рассказал, действительно, на что стоит обращать внимание при создании онлайн-курса. Поэтому тоже рекомендую посмотреть. Там, не знаю, минут сорок, наверное, запись. Вот, будет полезно. Теперь переходим конкретно к вопросам размещения. То есть представьте себе, что у вас уже есть понимание того, что вы хотите сделать и что там должно быть, да. И теперь вы задумывались о том, где это размещать. Конечно, это все взаимосвязано, да. Естественно, что, как бы, варианты размещения будут связаны с тем, как это будете создавать. Но представим себе, что у вас есть некий контент, допустим, он представлен видеозаписями, да, и у вас есть некий набор заданий к этим видео, и вы хотите где-то это разместить. Значит, есть несколько вариантов. Я написал основные четыре. Первое – это отдельно открытая платформа. По сути, мы об этом и будем сегодня говорить. Далее на слайде я покажу, почему. Далее – это LMS, это Learning Management System, это система управления обучением. Их очень много. Одни из самых популярных – это Moodle и OpenIDX. То есть для тех, кто не очень в курсе, можно сравнить это со следующим. Это как WordPress, да, это система управления контентом для сайтов, да. Это бесплатная такая штука, которую вы себе на хостинг устанавливаете, да, на сервер, и можете с помощью этого сделать свой сайт. Так вот, это такая система, по сути, которая скачивается куда-то или устанавливается на внешний сервер, и там вы уже можете развернуть вашу систему обучения. То есть такая настраиваемая система. Специально созданный сайт, я что имел в виду, что, допустим, вы можете под ваш курс создать специальный сайт и сделать все, что угодно на этом сайте. То есть можете загрузить туда видео, различный контент, блоки и так далее. То есть пример можно посмотреть, это Vector Education, это сайт городских образовательных проектов и курсов. То есть там, в принципе, это сделано совершенно как бы по-другому. И самый простой вариант, то есть теоретически, и вообще фантазия ваша может быть неограничена, вы можете там под ваши потребности использовать все, что угодно, да, но теоретически, теоретически можно обойтись вообще тем, что есть, например, в социальных сетях. Это YouTube, Facebook и так далее. То есть опять же, в зависимости от того, какой у вас курс, вы можете использовать как просто YouTube, как Facebook и так далее. Вот в примере, если вы потом кликните, я взял ссылку на видео... Как же... забыл фамилию, прям вылетело из головы. В общем, там такое небольшое превью-видео показывается, как один из курсов сделан в виде, в том числе, Facebook Live, да, прямой трансляции в Facebook и постов в Facebook, когда, например, дается какое-то задание, а вы в Facebook в комментариях пишете результат вашей работы, например, да, вы можете там прикрепить фотографию, написать что-то и так далее. То есть, в принципе, в зависимости от ваших потребностей, можно использовать самые простые варианты. И вот отдельно открытые платформы, сейчас мы о них поговорим, что это такое. Это самый простой вариант, который только может быть. И вот я считаю, что надо начать с этого, особенно некоммерческим организациям, потому что в основном эти платформы бесплатные. Вы можете там получить очень много плюсов от размещения на них. Так, а я сейчас почитаю быстренько чат. Вот Нелли говорит, что можно использовать темы для сайтов, для WordPress, да, есть специальные темы, да, то есть вы можете немножко переделать свой сайт и сделать из него такой образовательный портал в том числе. Правда, про них хочется потом спросить. Так, хорошо. Да, вот можно на сервере Tilda и Medium сделать. Да, вот по сути то, что специально созданный сайт, я имел в виду, что и в том числе это вот такие ресурсы там для лонгридов, как Tilda и Medium. То есть можно делать очень просто. Итак, и теперь быстренько скажу, значит, с чего начать. И вот я советую начать с отдельных платформ. Почему? Во-первых, отдельные платформы, они всегда существуют онлайн, вам не надо никуда ничего устанавливать, вы можете с разных компьютеров, из разных точек мира делать и вместе как бы загружать и редактировать ваш курс. Это намного удобнее. То есть с разных устройств, в разное время, это все очень удобно. Простота и удобство. Вам не надо думать о том, как что настраивать. Там действительно все просто, мы сейчас посмотрим, как это делается. И своя структура курсов. То есть это, знаете, как боязнь от чистого листа, когда вот у вас перед вами есть белый лист бумаги и ручка, и вы не знаете, с чего начать, если вам надо что-то нарисовать. Здесь же, по сути, есть шаблоны, есть разделы. Вам просто нужно заполнить это, да? То есть просто заполнить своим контентом. Это просто сокращает в разы время подготовки, и это очень просто. И самое важное, на что хочу обратить внимание, что в таких платформах уже имеется своя аудитория студентов. То есть это платформа, на которой размещено очень много курсов, соответственно, много студентов учится. Поэтому, когда вы создаете на таких платформах курсы, вам нужно тратить меньше времени на продвижение вашего курса. Потому что много людей будут видеть эти курсы в списках, да, и, соответственно, будут поступать, смотреть и так далее. То есть вот эти плюсы, которые могут, как бы, ну, наверное, принять решение ваше вот в сторону использования этих платформ. Под примерами онлайн-курсов я хотел бы быстренько показать несколько вариантов. Естественно, начать с нашего варианта, да. Мы создали пару лет назад такой курс для того, как создать, развивать и продвигать сайт на WordPress, да. Это вообще действительно очень-очень-очень простой курс. Видите, он в видео всего два часа. То есть там лекции, 30 лекций, они там по несколько, 2-5 минут, и это быстро очень. И вы можете в своем ритме это смотреть, он бесплатен, да. И вот уже на данный момент, я принскрин делал сегодня, почти там 3400 человек приняли участие, да. И я считаю, что это хороший показатель, что, возможно, хотя бы, там, не знаю, 10%, если из этого числа они там посмотрели курсы, создали потом свой сайт, это уже хороший показатель. Вот. Он сделан на платформе Udemy. Udemy. На самом деле я неправильно произношу, потому что надо говорить Udemy. Ну, почему-то по-русски мне хочется произносить Udemy. Ну, на самом деле, да, правильно, Udemy. Вот. То есть есть ссылочка, вы можете прийти и посмотреть. Также, например, еще один пример этой платформы, есть такой курс «7 ключей эффективного наставничества». Это разработка и реабилитация программ наставничества для детей и сирот. То есть, опять же, некоммерческая организация может создать такой курс, и вот одна из них она создала, и, пожалуйста, вы можете посмотреть, он также бесплатен. Из англоязычных просто я также сегодня быстро погуглил. Например, есть курс по фандрайзингу, как связываться с вашими и взаимодействовать с вашими донорами. Тоже полезный курс. То есть, понятно, что англоязычных курсов достаточно много, их больше, чем в России, но, тем не менее, тоже советую посмотреть просто, как это устроено. Это не сложно. Юдами, нет, он не интегрируется, он просто как платформа, да, то есть все курсы находятся именно на платформе. И вот еще один пример, может быть, не совсем релевант, но, тем не менее, это платформа Сахаровского центра, да, где, собственно, они имеют уже несколько курсов, и у них, как видите, есть кнопочка «Запрос на создание курса», они могут, собственно, помочь другим организациям сделать это, выложить это на этой платформе. Ссылка также имеется. Так, я пытаюсь сейчас быстренько ускориться. Сейчас быстро пробежимся по слайдам, а потом покажу. Ну, итак, значит, первая платформа, естественно, за что я очень, как бы, радею, потому что мы ее уже конкретно использовали в нашей работе, это Udemy или Udemy. Она имеет достаточно много студентов. Как видите, если вам видно, 12 миллионов студентов, уже прошло курсы, и уже более 40 тысяч курсов. Это курсы на разных языках, русскоязычные, англоязычные, то есть на любых языках, достаточно много аудитория, крепко, сильно, все удобно. Вот прям советую с этого начать. Анна говорит, что на страничке нашего сайта нет, ну, просто есть такая возможность просто зеркалить домен на свой домен, да, это на самом деле очень удобно, потому что ссылка там такая не очень комфортная, а вы можете просто перезеркалить на какой-то любой другой свой сайт, например. Да, и на платформе Udemy есть сайт, как создавать сайты. Это тоже классная штука, то есть они вот прям позаботились о своих пользователях, да, если вы хотите начать, вы можете посмотреть этот курс и как бы, ну, намного быстрее понять, с чего стоит начать. Вторая платформа, это, кстати, Skillshare, похожая, по сути. Тут тоже есть возможность загружать свои курсы, посмотрим быстренько далее. И Stepik, о чем сегодня расскажет Анна буквально чуть позже, буквально через пару минут. И есть еще Eliademy, это вообще какой-то клон Udemy, они очень похожи даже в названиях, да, но тем не менее я посмотрел, там много курсов можно использовать. И еще один пример, это Эдуарда, в общем, помните, когда я говорил про LMS, систему управления обучением, есть несколько сервисов, которые делают следующим образом. Они просто берут, создают платформы на основании этого и, собственно, позволяют другим пользователям создавать на этой платформе курсы. То же самое, как, например, создавать бесплатно сайты на хостинге, да, то есть когда у вас будут, там, не знаю, сайты второго уровня, то есть примерно, мне кажется, сравнение похоже. То есть здесь я почему привел этот пример, чтобы было понятно, что LMS используется в том числе. Но тут минус в том, что это только как инструмент создания курсов, но здесь нельзя найти свою аудиторию, курс надо продвигать, будет самостоятельно. Курсера не позволяет загружать свои курсы, только университетом. То есть вы как частное лицо или организация, то есть вот в легкую, так совсем быстро не сможете это сделать, вам нужно договариваться с курсерой. Поэтому ее тут нет. Естественно, что курсера – это, ну, одна из первых. Canvas – это LMS, кстати. Вот. Так, вопрос-ответы. Тогда я сейчас… Давайте тогда я подключу Анну. Анна, если ты меня слышишь, ты можешь… Сейчас я тут поднажимаю. Анна. А меня слышали? Да, привет. В общем, да, тебя видно, ты можешь представиться, рассказать о платформе Stepik. Я надеюсь, что у тебя получится за минуту. Я постараюсь. 10 минут, да, у меня есть. Леш? А сколько у меня есть времени? 10 минут. 10 минут, все, отлично. Тогда не будем терять времени. Давайте я начну еще демонстрацию экрана, и мы покончим с техническими вопросами. Видно ли экран? Нажмите плюсик, если видно. Да, не видно. Отлично. Так, я ухожу с бесконечности. Давайте я немножко расскажу о себе. Меня зовут Глотова Анна. Я директор по развитию российской платформы онлайн-образовательной Stepik.org. Мы в 2013 году появились, запустились как платформа, которая расширяла возможности Coursera по проверке таких задач на программирование. Вот, потом у нас появлялось все больше и больше задач, и мы решили стать полноценной платформой. Тем более, что в Питере у нас довольно сильные изначально были партнеры Computer Science Center, Российская Академия Наук, собственно, Академический университет Российской Академии Наук. Вот, и на такую... Ну, и еще Институт биоинформатики, и на такую благодатную базу и очень хорошие, сильные курсы пришло довольно много аудитории, и в данный момент мы являемся самым крупным образовательной платформой, где как раз-таки есть MOOC, да, то есть, что Леша говорил, массово открытые онлайн-курсы. Вот, давайте я немножко... Леша дал отличную вводную, мне хочется немножко понять про вас, кто... Наверное, многие из вас до этого вебинара уже слышали, что это про онлайн-образование. Кто когда-либо записывался на онлайн-курс? Нажмите «один». Анна Царева, видимо, не на один записывалась онлайн-курс. В общем, многие из вас, я вижу, очень здорово. Скажите, пожалуйста, из вот этих многих из вас, кто заканчивал онлайн-курс? Напишите «два». Заканчивал, получал сертификат, привязывал его в LinkedIn. Ну, многие из вас. Хорошо. В общем, аудитория... Анна Царева чуть поменьше двоечек, но даже больше одной. Здорово. Аудитория, в общем, понимает, что мы говорим. Давайте тогда вам, как профессионалам, я немножко объясню очень важную разницу, да, тем более, если вы хотите делать в будущем свои онлайн-курсы, расскажу, как лучше и почему лучше на степике, если будете делать большие онлайн-курсы. В общем, смотрите. Я когда-то еще занималась тем, что... Извини, можешь переключиться на степик? Просто я вижу... Так, без проблем. Соро, я просто иначе не вижу чатик. А я, если что, я тебе скажу. А, окей. Ладно, Леша, спасибо. Вот. Так, о чем я говорила. Вот. Раньше я преподавала еще то, как делать онлайн-курсы. Вот. И мне кажется, что самое главное вначале понять, зачем вы хотите сделать свой онлайн-курс. И понять одну простую разницу. Что такое видео-лекция и что такое онлайн-курс. Вот. И эти два понятия, их не надо смешивать. Если вы хотите сделать онлайн-курс, скорее всего, вы преследуете своей целью дать какой-то большой объем информации, чтобы люди его усвоили, да, и чтобы, закончив ваш онлайн-курс, люди смогли применить эти знания куда-то. Да, то есть это такой блок знаний. Вот. В таком случае нужно давать теорию и практику. Потому что если вы даете просто час лекции, просто теорию, вы у людей не спрашиваете никакой обратной связи, а учимся мы только так, когда воспроизводим те знания, которые услышали. Да, именно тем отличается лекция, которая вас вдохновляет, да, от лекции, которая, собственно, дает вам знания. Вот. В общем, я надеюсь, что моя какая-то вот эта мысль понятна. Если что, задавайте вопросы. Если у вас, например, цель... Чуть-чуть про видео-лекцию расскажу. Если у вас цель, например, заявить о себе, да, как о НКО, например, да, если вы хотите просто сделать серию обучающих роликов, допустим, про то, как, там, я не знаю, общаться с людьми с инвалидностью, да, то вам желательно делать из этого не онлайн-курс, да, это должно дойти до широких масс. Это можно смело вообще вешать на YouTube, где огромный трафик, где люди просто будут случайно натыкаться на ваш ролик, смотреть, понимать. Вот. То есть надо никогда не путать видео-лекцию и онлайн-курс. Давайте сейчас тогда поговорим про онлайн-курсы. Я чуть-чуть подробнее расскажу именно про Stepik. Если вы зарегистрированы на Stepik, вы видите список курсов. Их сейчас уже больше 70. На самом популярном из них учатся больше 40 тысяч человек. Давайте посмотрим на основы статистики. В прошлом году этот курс получил, там, первую премию в области онлайн-курсов. Он довольно неплохо методически сделан. Сейчас я покажу, как примерно это выглядит, если интернет будет работать. Так, смотрите. Так как многие из вас знают, буду очень обзорно рассказывать. Это просто информационная страничка курса. Здесь у нас есть тизер, информация о преподавателе. Это содержание. В содержании есть модули. Модули, как правило, это одна неделя. Вот. Но если, как Леша и говорил, курс стал бездедлайновым, да, то вы проходите его в собственном темпе, что очень удобно, если вам действительно хочется что-то освоить. Зайдем в один из уроков, посмотрим, как на степике это все сделано. Вот, допустим, есть урок «Меры изменчивости». Степик, он как бы состоит из маленьких шагов, да, степов. Сейчас мы видим здесь теоретический шаг. Здесь гиперссылками просто сделана навигация по одному уроку. Вот. Здесь у нас есть видео. Если вы слышали звук, я не знаю, слышали ли вы. У меня стоит на 1,5. Я обычно сама слушаю курсы очень быстро. Вот. Толик очень быстро говорит. Так, это практические задания. Сейчас я немножко расскажу, почему это важно. И обычно люди, когда думают про то, как же сделать свой онлайн-курс, не уделяют должного внимания задачам. И чем степик, собственно, сильно отличается от всех остальных платформ? У нас средний процент прохождения курсов от момента записи до окончания. Он выше, чем на Курсере, выше, чем на наших российских аналогах. Почему так происходит? Потому что нам кажется, что если у онлайн-курса основная цель — это научить, да, то мы должны много и разнообразно проверять то теоретическое знание, которое мы даем. Вот. Поэтому у нас есть больше 20 видов задачек, и мы настоятельно советуем преподавателям использовать разные эти виды. Вот. У нас есть задачки на программирование, на высшую математику. Это я сейчас рассказывать не буду, но даже вот такие простенькие задачки, где надо написать с клавиатуры ответ, да, или там выбрать из списка или сопоставить, лучше использовать их все, не только тесты multiple choice, которые в ЕГЭ все сейчас дают, ребята молодые, школьные. В общем, люди ненавидят multiple choice тесты. Если ваш курс будет состоять только из них, скорее всего, к сожалению, не дойдут до конца те, кто на него записались. Вот. В общем, примерно так выглядит структура курса. Давайте я сейчас покажу и расскажу о том, как вам самим можно создать курс на степике. Если вы хотите создать открытый курс, да, который будет доступен всем в интернете, собственно, всем, кто зарегистрирован на степике, вы просто можете зайти в свой профиль, зарегистрироваться, да, и нажать кнопку «Создать курс». Все просто. Вот. Курсу давайте дадим название. Допустим, вот так. Краткое описание на 30-е, 09-е, 16-е. Хорошо. Это чуть-чуть хотя бы мы заполнили информационную страничку нашего новосозданного курса. Смотрите, здесь есть такая шестеренка, вот, и мы можем непосредственно пойти и создать свой курс. Добавим модуль. Модуль — это одна неделя. Допустим, там, введение. Добавим урок. Что такое НКО? Вот. Создали урок, что такое НКО. Можем еще один урок создать. Зачем нужно НКО? Создали урок. Теперь главное — сохранить изменения. Вот. И сейчас вы можете видеть, что мы создали модуль в нашем курсе, и в нашем курсе есть уже два урока. Они закрыты. Заходим сюда. Вот у нас есть пустой урок. Мы его можем отредактировать, добавить сюда любой шаг. Теоретический шаг. Может быть, текстовым, может быть, в качестве видео. Да, вот то, что видео лекции, онлайн-курсы. Конечно, онлайн-курсы желательны, чтобы содержали в себе видео лекции. Вот. Но это далеко не все. Вот. И задачки. Собойный ответ, тест, задач на сопоставление, численные задачи. Много-много-много разных задач. Вот. В общем, наверное, я не буду сейчас показывать вам, как создаются задачки. Я вам обязательно пришлю вот этот адрес. Сейчас. Адрес такой. Stepik.help. И там наш хелп-центр, в котором, собственно, написаны ответы на все вопросы. О том, как создавать свои курсы, как сделать хороший курс, как снять дома курс, как снять у нас курс. Кстати, мы сотрудничаем совершенно бесплатно и даем свою студию авторам массовых открытых онлайн-курсов, если они с нами связываются, да, и их курс нам кажется интересным. Вот. Так что, если у вас, например, есть желание сделать курс про социальное предпринимательство, у нас, кстати, такого курса пока нет. И вот мне лично действительно очень хотелось бы такой курс иметь. Вот. И у нас есть студии в Москве и в Питере. обращайтесь, я буду очень рада вам помочь. Вот. Я видела, кстати, в чате вопрос по поводу платности, по поводу оплаты. Сейчас я могу посмотреть. Так, 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 так. Нет, мне кажется, я сейчас не найду. Ладно. В общем, смотрите, если вам... Ну, я расскажу про Степик, да, а потом, может быть, я, если будет интересно, могу рассказать про историю, как это в мире делается. Мы на Степике изначально за бесплатное образование. Вот. И даже там какие-то годовые программы, которые мы сейчас запустили с Российской Академией Наук и Институтной Информатики, и Computer Science Center, мы делаем очень минимально платными просто для того, чтобы, там, ассистентов можно было оплатить. Вот. То есть изначально история с массовыми открытыми онлайн-курсами это бесплатно и для всех, да. Если у вас есть желание, как у частных авторов, делать онлайн-курсы, которые бы вы хотели продавать, ну, понятное дело, все мы в мире живем в одном. Вот. На Степике есть у нас сейчас, уже давно нас просили, прикрутить возможность делать приватные курсы. Это когда вы... У вас есть полная функциональность платформы, но ваш курс нельзя нагуглить, ваш курс как раз-таки нельзя дать доступ всей аудитории, да. И вы, в принципе, можете принимать оплату на своей стороне и давать приватную ссылку на свой курс, да, смотреть там полную статистику. Если у вас есть такая задача, в принципе, мы это умеем. Но мне кажется, что так как вы работаете в НКО, скорее всего, вам хочется донести какую-то большую идею, вот, и, ну, наверное, вам больше интересны открытые курсы и, собственно, то, что я до этого пыталась рассказать. Давайте мы перейдем, наверное, к вопросам. Вот. Я более подробно могу на чем-то остановиться. Есть вопрос о том, что единицы, как бы, как мы с тобой общались, когда ты рассказывал, что единицы, по сути, на статике является урок, и из разных уроков можно набирать свои курсы еще. А, давайте, да, расскажу обязательно. Смотрите, вот, допустим, вот у меня есть курс, да, в нем есть вот такой вот модуль. Я могу сейчас его немножко изменить, добавив в свой урок. Если я начну здесь что-нибудь печатать, например, статистика, ой, он мне предложит уроки, которые уже существуют. Эти уроки, часть из них создала я, часть из них просто открытые под Creative Commons. На самом деле, почти все уроки у нас в открытом доступе выложены при лицензии Creative Commons, но их нужно, там, написано у нас в хелп-центре, как их скачивать и добавлять к себе в курс. То есть, в принципе, почти все, что уже есть готовое, вы можете переиспользовать. Если вы уже создали в каком-либо из курсов урок, вы всегда можете его добавить в свой новый курс. Например, вот я добавлю индукцию статистику. Хопа, и у меня уже в новом курсе, да, в новом модуле есть старый урок. Это очень удобно, если у вас, например, вам хочется добавить в свой новый курс описание своей компании, например, да, которая там сильно не поменялась в тот момент, как вы сделали предыдущий курс. Вот. Хорошо, Олеж, спасибо. Это действительно важно, такая томарность наша. Да, и мне кажется, что тем самым создавая самостоятельно такие уроки, вы можете иметь в виду на будущее, что эти уроки будут использовать другие в своих курсах. Это тоже важно. То есть, это один из способов масштабирования, мне кажется. Ну, возможно. Да, да. На самом деле, вот по моему опыту, когда я рассказываю, людям довольно сложно понять, а что такое открытые, закрытые, куда все... Уйдите. На самом деле, я обычно привожу пример с YouTube. Да, вы заходите на большую платформу, и там есть много открытого контента. Вы можете залить свое видео, и на него могут наткаться другие люди, вы набираете много, там, тысяч просмотров, если это видео хорошее. Точно так же вы можете залить на YouTube закрытое видео, если, по-моему, YouTube заплатите какую-то денежку, и можете поделиться этим закрытым видео только со своим сообществом, да, например. Вот. Точно так же на степике, только это не просто видео, да, а целый образовательный блок. То есть курс, то есть урок. Вот. Хорошо. Анна, ты можешь посмотреть на вопрос, и я думаю, что просто... Да, давайте, с радостью. Так, скорм. По поводу скорма, там, в общем, сложная история. Давайте я могу вам скинуть, у нас есть в холл-центре статья на этот счет. Можно посмотреть вебинар записи, это, наверное, клеша вопрос. Ссылочку на вебинар? Не поняла Тристина. Так. Если мы создаем курс с вашей помощью, можем ли мы также разместить у себя на сайте? Да, конечно. У нас есть возможность мало того, что использовать iFrame, да, вот просто зеркались, как говорил Леша в начале, так и просто делать аутентификацию через API. В общем, можно делать очень такую глубокую интеграцию. Так. А можно давать ссылки на другие курсы, размещенные на других платформах? Не очень поняла вопрос. Вы имеете в виду у нас тепики или нам сейчас, когда мы рассказываем про другие курсы? Ну, вообще, есть возможность ссылки размещать? Ну, конечно. Поэтому, наверное, можно, конечно. да. То есть, мы максимально за открытое образование, если есть что-то интересное где-то, и вы можете людям, людей научить чему-то хорошему, конечно. Вы продолжите работать в русле Data Science и будете расширять тематику? Ой, надежда, вы прям так много знаете у нас, оказывается. Смотрите, мы изначально довольно сильно заточены подойти, потому что у нас есть хорошие инструменты проверки автоматизированной, да, и сейчас у нас есть две годовые онлайн-программы с Российской Академии наук про профессиональную переподготовку, можно получить настоящий диплом, в общем, в этом русле мы, конечно же, развиваемся, вот, и не можем не развиваться, но параллельно с этим, да, у нас появляются все новые курсы на разные тематики, и на самом деле в этом году курс по игрофикации, который исключительно гуманитарный, занял первое место на конкурсе онлайн-курсов от Crunchyworks, в общем, мы поняли, что в принципе хороший курс, неважно, где он размещен, даже если он размещен среди кучи IT-курсов, его все равно заметят и его отметят, вот, так что, конечно, да, нам интересно все, на самом деле, не только IT, далеко не только IT, политология очень даже хорошо зашла, инвестбанкинг у нас есть, археология, фольклор, хорошо, я поняла, да, так, для НКО размещение курсов бесплатно, для всех бесплатно, какие у вас критерии, когда вы принимаете решение о сотрудничестве с автором, хороший вопрос, в нашем холл-центре, ссылку на который я дам, есть логи для преподавателей, исходя из которого мы с ними работаем, вот, если вы подготовите структуру курса, вы делаете урок, вы покажете нам, что эта тема интересная, как правило, темы, ну, в общем, люди, которые болеют своим делом, они, как правило, занимаются чем-то интересным, у нас не было такого, что мы прям вот сильно отказывали людям, даже там про маленькие главы в квантовой механике, все равно мы считаем, что можно такое-то уже делать, вот, мы начинаем сотрудничать с авторами, на самом деле, так как мы сотрудничаем с авторами бесплатно, да, мы можем бесплатно предоставлять им студии, вот, мы в обмен требуем довольно сильно от авторов вовлечения, да, что ли, в процесс, мы не ведем их, мы не делаем микроменеджмент, мы им рассказываем, как хорошо, вот, и если, ну, иногда у людей возникают такие, что ли, какие-то непреодолимые обстоятельства, они не могут доделать свой курс. Курс – это довольно большая работа, честно вам скажу, вот, поэтому действительно заинтересованные в том, чтобы сделать свой курс, обычно доходят с нами до конца, мы выпускаем этот курс. Если у людей недостаточно большая мотивация, ну, это как бы выясняется в самом начале работы с ними, они просто уходят от нас, и мы не доделываем этот курс. Все просто. Так, я тоже смотрела в ваши стороны, но у вас практически все курсы, они по нашему профилю, а значит, целевая аудитория тоже не очень наша. Анна, не совсем с вами соглашусь, потому что, например, айтишники, когда они уже прошли пять курсов по AC++, Java и функциональному анализу, вот, они привыкли у нас учиться, и они идут к нам за новыми знаниями просто, да, у них это стиль жизни такой происходит. И поэтому, как раз-таки, эти ребята, они составляют костяк наших гуманитарных курсов, вот, и им хочется для себя развиваться. Поэтому, в принципе, я бы не считала, что, ну, да, может быть, это не прямое попадание, но, конечно же, это аудитория, и частично нам заинтересуются курсом про НКО. Так, при размещении курса на степике сертификата прохождения курса генерируется система автоматически, или нам надо будет самим разработать и разместить его? Иван, смотрите, если вы делаете массовый открытый онлайн-курс с нами, тогда все происходит автоматически, там заливается просто ваш логотип, подпись, все хорошо. Если вы делаете маленький онлайн-курс просто для того, чтобы, я не знаю, вы проводите семинар, да, и вы хотите его подкрепить какими-то задачками в онлайне, вы, допустим, скидываете всем публичную ссылку, да, и эти люди могут как бы иметь такой мультимедийный образовательный материал, в таком случае мы сертификат просто не даем, потому что мы хотим сохранить их, что ли, ценность, да, то есть сертификат и степик выдаются исключительно за большие массовые открытые онлайн-курсы. Вот. Но они всегда были, есть и будут бесплатными, не как у больших других платформ. Анна, на вашей платформе курсы запускаются когортами, можно ли просто держать курс постоянно в открытом доступе? Нет, мы как раз-таки не очень любим когортные запуски, потому что мы довольно сильно занимаемся тем, что анализируем данные платформы, все поведение пользователей анализируем, и мы пришли к выводу, просто исходя из цифр, что если вы оставляете курс в режиме без дедлайнов, его проходит сильно больше людей, чем если вы запускаете его просто дедлайново, да, там раз в семестр, например. Если делать постоянные когортные запуски, это требует довольно сильного вовлечения авторов курса, команды курса, да, вот как сейчас Курсер, например, делает, мы пока не готовы заниматься таким, вот, мы выставляем курс в режиме без дедлайнов, и вполне себе хорошие курсы часто и хорошо много проходят, вот, так что ответ на ваш вопрос да, можно просто держать курс постоянно. Как вы стоят дела с доступностью курсов для людей с разной категории инвалидности. Ага, так, ну, смотрите, если вы имеете в виду увеличенный шрифт, вот, то у нас возможно сделать полноэкранный режим, да, и, ну, просто силами браузера можно увеличить шрифт, который идет в онлайн-курсе. Вот, вот, у нас нет каких-то специальных, ну, то есть, понятно, что инвалидность по, там, связанная с передвижением, понятно, онлайн-курсами очень хорошо достигается, да, человеку не надо идти куда-то для того, чтобы учиться. Вот, у нас нет сурдоперевода, например, да, на курсах, хотя в предыдущих моих проектах не удавалось сделать тоже сурдоперевод, это хорошо и здорово, но вот пока у нас, к сожалению, нет такого фокуса, если, кстати, у меня есть контакты очень хороших сурдопереводчиков, если вам вдруг было бы интересно сделать онлайн-курс сурдоперевода, мне было бы тоже интересно попробовать такую инициативу поддержать. Так, субтитры, у нас есть поддержка субтитров, вот. Я просто хочу сказать, давайте еще пять минут, я же все-таки хочу дальше двигаться, поэтому... Прошу прощения, Леша, ты модерируй нас. Я просто говорю людям, что если вы хотите потом какие-то вопросы еще задать, вы можете сделать это в мероприятии в Фейсбуке, и Анна ответит еще, то есть просто... Да, да, отлично. А давайте тогда пока на эти ответим, да, и дальше... Да, отлично, спасибо, Леша. Субтитры у нас поддерживаются, субтитры надо писать, вот, к сожалению, автоматически с русского языка субтитры очень плохо генерируются, потому что распознавание языка пока не на том уровне. Так, Алексей, это Алексей. Как вы решаете вопрос с интеллектуальной собственностью? Очень просто, мы говорим, что весь открытый контент на платформе выкладывается лицензии Creative Commons, как в Википедии, вот, можете переиспользовать, как хотите. Если вы выкладываете закрытый контент в закрытых курсах, тогда лицензия Creative Commons, конечно же, на них не распространяется, и интеллектуальная собственность остается за вами. У вас есть модуль связи с педагогом? Например, студенты что-то написали, отправили, а ведущий написал обратную связь. Да, очень хороший вопрос, спасибо за него. Давайте я вам покажу, как это происходит, что-то я действительно упустила это. Смотрите, у нас нет форумов, как, допустим, на Курсере, вот, потому что мы вот лично их никогда не использовали. Вот, правда, мне всегда странным кажется, что вот я конкретную задачу решаю, я для того, чтобы эту конкретную задачу обсудить, должна перейти пять раз куда-то там на форум, в какие-то вкладки. У нас под каждым шагом есть обсуждение этого шага. Вот, комментарии. Не видно, можешь включить? Ой, да, сори, 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 сори. Так, я как раз-таки открыла, и, ага, так, делюсь. Да, стало ли видно. Ага, хорошо. Вот, я зашла в курс, опять же, Анатолия Каркова по статистике, вот здесь практическая задачка, да, и мы смотрим, как люди ее обсуждают, у кого-то не получается, да, так, собственно, работает массовый открытый онлайн-курс, там не надо обязательно преподаватель отвечать на каждый вопрос, а общество само генерирует вопросы и само на них отвечает. Очень удобно и правильно, нам кажется. Вот. Так что, в общем, конечно, да. Так, остановлюсь. Так, хорошо. Можно ли просто делать субтитры? Можно. Об этом есть в хелк-центре, я вам скину информацию. Нужно ли тогда автору курса постоянно монтировать, мониторить активность на курсе, отвечать слушателю, влияет ли это на проходимость курса? Смотрите, конечно же, чем больше преподаватель работает со студентами, тем им лучше, да, но, в принципе, концепция массового открытого онлайн-курса, если он сделан хорошо, если там задача хорошо спормулирована, да, если то, что вы даете в теоретическом плане, да, ну, то есть там, видеолекции или хороший конспект, они действительно созданы хорошо, вот, понятно, там нет каких-то подводных камней, или если есть, вы говорите, доп. литература, вон там, вот, то обычно вопросов не так много и возникает у людей, да, то есть они скорее друг с другом хотят поговорить, и вот в этих комментариях, как в классе, знаете, в университете просто такая вот учебная группа собирается, вот, так что, в принципе, сильной вовлеченности к хорошему курсу не нужно, преподавателю, да, но если у вас вдруг есть время, если вы хотите, например, вырастить сообщество людей, которые интересуются одной и той же тематикой, чем больше вы будете отвечать на их вопросы, да, тем лучше, ну, то есть они будут вам, что ли, ну, я не знаю, будут с вами больше связаны, вот, потом вы позовете их на какое-то мероприятие, которое делает ваше НКО, да, и они скорее придут, если вы будете с ними, там, до этого в курсе много общаться, вот, доступность для программ скринридеров, программы скринридеров, ну, это такие программы для слабовидящих или незрячих, которые просто зачитывают, что избежено, и там часто, например, если на сайте неправильно подписаны там картинки или еще что-то, то это превращается в нечто непонятное, то есть, ну, кстати, хороший повод проверить. Да, хороший повод проверить, Игорь, спасибо вам большое, потому что, мне кажется, что мы как-то сильно не задавались этим вопросом до этого. Спасибо, Игорь. Я немножко, можно шаг в сторону, вот, я когда-то, когда была Олимпиада в Сочи, я была ассистентом паралимпийской сборной испанской, вот, и, собственно, с инвалидами столкнулась вот просто лицом к лицу, и поняла, что эти люди, они на самом деле сверхлюди, они могут все, вот, и поэтому, если у нас есть возможность легко предоставить им какие-то вещи, которые сильно улучшат их жизнь, мы должны это делать. Вот, на этой счастливой ноте, мне кажется, что мы сейчас впали все вопросы. Супер, большое тебе спасибо, что удивило время, надеюсь, да, что было интересно, в общем, а я двигаюсь дальше, просто хочу показать другие платформы, тогда я тебя отключаю и пока. Пока, спасибо, хорошего дня всем. Так, да, я просто кину сейчас ссылку на группу в Фейсбуке, по сути, вы там можете задать какие-то вопросы, Анне, и там, я ей просто тегну ее, а я хочу просто показать другие платформы. по сути, я вот когда подбирал платформы, да, я выбрал из всех, которые я нашел, более-менее вот такие адекватные и похожие на это. Ну, на примере вот степика, наверное, стало понятно, как вообще это делается, да, то есть по этапу, но мы сейчас быстренько посмотрим возможности других платформ. Так, сейчас я включу демонстрацию экрана. Так, 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 окей. Так, все видно, да, и тогда я перехожу. Давайте начнем с конца, помните, я говорил про такую платформу Эдуарда, значит, это платформа, которая, собственно, просто взяли LMS, да, и на базе нее сделали сервис, который позволяет делать свои курсы, но тут нет своей аудитории, и вот как бы я хочу просто показать один из примеров, как это. То есть, такая легкая платформа, вот есть конструктор курсов, когда вы зарегистрируетесь, вот, тут вы можете создать свой курс, нажимаете на кнопочку, то есть пишите то же самое название, создать, и буквально через какой-то момент вам также дается возможность загружать новые разделы, подразделы и так далее. То есть, прошу прощения, вот, можно сделать видимость до слушателей, то есть тут, ну, в принципе, все на русском языке, да, можно посмотреть, поискать, в принципе, все просто. опять же это на русскоязычной платформе сделано, да, и как вы видите, это сделано на OpenIDX, а по сути, Lectorium, которая платформа российская, да, она использует, по сути, эту же платформу, то есть, вот то, что вы видите здесь, примерно такое же можно создать с помощью вот этой платформы, поэтому, как бы, если будут какие-то вопросы, можете прямо посмотреть или задать вот здесь Эдуардо Студио. То есть, это быстрый пример того, что вообще-то, в принципе, возможно и здесь создавать, но, говорю, минус в том, что у вас нет своей аудитории, уже готовой на этой платформе, и вам нужно просто распространять среди своей аудитории, то есть, например, распространять ссылку на курс, там, на вашем сайте, в ваших социальных сетях и так далее. Ну, опять же, это работает и это возможно. Так, Udemy, давайте посмотрим, сейчас я переключу. Stepic Help, да-да-да, так, Udemy, давайте посмотрим быстренько. Значит, здесь платформа, где действительно очень много всяких курсов, русскоязычных и так далее, платных или нет, вы можете создавать платные курсы, они будут открытыми в том числе, это очень удобно, просто часть оплаты со студентов будет перечисляться какой-то процент самой платформы. Это очень удобно, монетизировать свои курсы, кстати. И опять же, когда вы создаете курс, он у вас там постоянно висит, студенты постепенно записываются, и это очень удобно. Так, сейчас я извиняюсь, еще раз переключу, просто боюсь, что тут не так. Да, окей. Вот, то есть, выглядит это так. Давайте перейдем, посмотрим, как это выглядит со стороны участника, то есть, преподавателя. Допустим, у нас же есть свой курс, и мы посмотрим просто быстренько, как это выглядит. Когда вы входите в панель курса, вот, у вас есть там какие-то курсы, вы можете видеть статистику, так, сейчас смотреть, не нажал на преподаватель, да, вот, эта панель, статистика, как видите, так как этот курс бесплатен, то, как бы, заработок ноль, да, средняя оценка, сколько просмотров в месяц, интересно, вопрос-ответ, отзывы, вот, создать объявление или создать курс. То есть, когда вы нажимаете создать курс, так, сейчас, вы переходите к, там, сейчас, у меня ноутбук взлетает уже, так, странно, буквально сегодня утром я это делал, так, смотреть, не надо смотреть, мне нужно именно создать курс, ну, ладно, давайте напишем, видимо, то есть, по сути, функционал он такой же, вы можете видеть следующим образом, да, то есть, схема курса есть, есть содержание курса, цели курса, и вот, собственно, вот это все просто нужно заполнить, тут куча советов, как это делаете, да, и, в принципе, мой совет следующий, что если вы не знаете, как вы хотите это сделать, вы можете взять какой-то курс, который вам нравится, или один из популярных курсов, посмотрите, что он состоит, и сделать такую же структуру, да, то есть, выбросить что-то не нужно и добавить свое, то есть, просто заменить контент, тут также заполняются цели курса, там, ну, то есть, все очень доходчиво, понятно и на русском языке, и это очень здорово, потому что, ну, как бы это удобно, да, когда английская там платформа, есть некие проблемы с переводом и так далее, то есть, вот, Udemy, мне кажется, во-первых, стоит посмотреть тот курс, который я показывал, он есть в презентации, что курс, как создавать курсы, и тогда вы быстро поймете, собственно, все возможности платформы, но, как бы ничего тут такого сверхсложного нет, да, есть просто разделы, есть уроки, есть задания, и вы это все просто заполняете своим контентом. Есть определенный формат, который нужно, там, сделать для видео, видите, там, например, тестовое видео надо загрузить определенной длины, там, определенный формат логотипов, в принципе, ничего сложного, и это сделано для того, чтобы ваш курс был на хорошем уровне, никак там сильно не отличался от того, что уже есть, вот, в общем, платформу-то тоже очень советуем. Так, SkillShare – это еще одна из платформ, которая позволяет в том числе как проходить курсы, так и размещать свои курсы. Тут очень большая аудитория, смотрите, видите, уже более 9000 курсов, статистика по, статистика, наверное, вряд ли я быстро, но тоже на самом деле очень много, очень много людей. Так, когда я нажимаю Become a Teacher, да, стать учителем, вы переходите на страницу, так, грузится долго что-то, так, окей, вот, стати-класс, и давайте зайдем, я уже регистрировался, ну, в принципе, можно зарегистрироваться просто так, или через социальные сети, тоже очень удобно, и опять же, везде все одинаково, да, вы попадаете в ваш курс, и тут есть, собственно, там, возможность добавления определенных ресурсов, да, домашнее задание, выбрать тему, вот, и так далее, там подобное, просто загрузить видео. Это вспомогательные материалы, которые помогают, как бы, ну, найти ответ на ваш вопрос, опять же, единственный минус, это все на английском языке, то есть, если брать, сравнивать две платформы, то, естественно, что Udemy более предпочтительно. Вопрос, если у вас возникнет, можно ли размечать один и тот же курс на разных платформах, возможно, да, если вы очень четко посмотрите правила размещения курсов, то есть, если там это разрешено, да, то есть, часто бывает так, что авторские права и так далее, тем более на платные курсы, да, то, если у вас свободный курс, по сути, вы можете увеличить аудиторию, просто разместив его на разных платформах, что, кстати, хороший вариант. В общем, вот, даже не знаю, что еще рассказать про эту платформу, тут все понятно, базовые видео, здесь 2-5 минут, и дальше вы просто прикрепляете что-нибудь еще. Вот и все. Сейчас эту ссылочку закроем. Элия Адами, это еще одна платформа, похожая на Udemy, да, и вот тоже она имеет очень много студентов и курсов. Сейчас мы зарегистрируемся. Опять же, через социальные сети надо войти. Teaching, вот, и тут все, вы можете сначала начать просмотр ресурсов для курсов на английском языке, единственный минус, да, либо начать свой курс. Как бы все везде одинаково, да, есть некая структура, вы загружаете свой контент, описываете в определенном формате, вот, то есть минус, опять же, этой платформы только в том, что на английском языке, но это дает возможность делать вам ваши курсы, бесплатно. Это большой плюс. То есть вот это советую тоже посмотреть. Вот. Собственно, как бы, ничего нового я вам показать не могу. Я думаю, что просто, да, вот то, что она показала на платформе Stepik, по сути, это везде реализовано. Единственный даже плюс у Stepik, что достаточно много возможностей домашних заданий и просто заданий, ну, в смысле, заданий, домашних заданий, это я... Так. Давайте демонстрацию экрана остановлю. Так. Да, вот Лидия, собственно, она сейчас в чате написала про платформу. Если также вы хотите задать вопросы про эту платформу, она вам может ответить. Она, собственно, представляет эту платформу. Я надеюсь, что я все правильно о ней сказал, да, что это LMS размещен на сервере и что можно создавать свои курсы, но промотировать их придется самим, потому что аудитории целевой там нет. Вот. Давайте теперь вопросы-ответ какие-то. В общем, я надеюсь, что вот эти вот четыре платформы, как минимум, как можно связаться с Анной. Анна вот все написала, тут уже, кстати, да, по степику. Честно говоря, я вот как бы радею за то, чтобы теплица попробовала сделать свой курс на степике. И мне очень нравится вот именно отличие этого ресурса, что там как бы единицы, что ли, является не сам курс, да, а вот один урок. И мне кажется, что для некоммерческой организации это может быть и может сыграть такой хороший плюс, потому что, ну, то есть если вы сделаете какой-то контентный интересный урок, и на базе него можете потом выстраивать какие-то другие курсы, включать их в свои курсы, да, в какие-то другие, либо наоборот, чтобы другие люди также составляли курсы из ваших уроков. Вот. Так, ну что, есть ли еще какие-то вопросы? Вопросы, вопросы? Никаких вопросов ни у кого нет. Супер. И еще раз хочу напомнить, что месяц октябрь в теплице социальных технологий это месяц, посвященный онлайн-образованию. Мы будем много чего писать об этом, мы можем... Еще раз хочу позвать вас на конференцию, которая будет 22 октября. К сожалению, пока анонсов конечного нет. Я даже сейчас проверю еще раз. Мы планировали его опубликовать в понедельник. Буквально две секунды. Вот. Это мероприятие будет проходить в Москве, будет посвящено именно технологиям в образовании, именно онлайн-курсам, онлайн-образованию и онлайн-обучению, и как это можно использовать для некоммерческих организаций, как некоммерческие организации могут это использовать. То есть акцент будет сделан именно на некоммерческой организации. Так, ну что, пока анонса нет. Ну хорошо, ничего страшного. В общем, следите за обновлениями нашего сайта. Я думаю, что в понедельник появится. В общем, вам еще раз спасибо. Анелли вот сейчас еще один вопрос. Да, Анелли спрашивает. Понимаю, что вы говорили про внешнюю платформу. Хотелось бы узнать несколько... Насколько эффективны LMS темы сайтов для WordPress, такие как... Так. Нелли, к сожалению, на данный вопрос я не могу ответить по поводу конкретной темы для WordPress. Ну, то есть если, во-первых, этот плагин существует, и если посмотреть там статистику этого плагина, если там много скачиваний, да, и он обновляется достаточно часто, и это говорит о том, что люди ими пользуются, соответственно, это работает. Другой вопрос, что по сравнению с платформами есть некий минус, опять же, что у вас нет целевой аудитории, да, то есть только целевая аудитория вашего сайта, и это несколько затруднит, может быть, допустим, набор вот на ваш курс. Поэтому советую начать вот именно с платформы. Это бесплатно, это очень просто, и вы, имея контент, вы можете сделать это намного быстрее, чем использовать, например, там на WordPress. Да, вот Елена тут отвечает по поводу других, видимо, LMS, да. То есть здорово. Так что если будут какие-то вопросы, я вот там постил ссылочку на мероприятие в Facebook, издавайте там, вот, и можете пообщаться какое-то время здесь, я потом, правда, закрою вебинар. Но тем не менее. В общем, еще раз тогда спасибо, и ждем вас на наших следующих вебинарах. Всем до свидания.